Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение второй книги Ездры и сегодня мы будем читать последнюю главу этой книги, глава девятая. Она начинается словами «И встал Ездра от притвора храма, пошел в жилище Ио-Нана, сына Илиасифова, и, пребывая там, не ел хлеба, не пил воды, скорбя о великом беззаконии народа». Что это за беззаконие? Мы уже исследовали с вами эту тему, когда мы изучали первые Ездры, это 10 глава 6 по 8 стих. Беззаконие заключалось в том, что евреи брали за себя нееврейских девушек, язычниц. То есть брак созидался, как мы говорили и при последней беседе, только на основах плотского влечения. И здесь не было надежды на то, что Бог благословит такие их отношения. И принимается решение каяться всему народу. И в три дня собрались в Иерусалим все от колена Июдина и Вениаминова. Это было в девятый месяц, в двадцатый день всего месяца. «И сидел весь народ во дворе храма, дрожа от настоящей зимы», сказано здесь. То есть было очень холодно, скорее всего дождь со снегом, но люди разделяли сетование своего патриарха на оси Ездры. И принимается решение все-таки прогнать этих женщин, даже с их детьми. Здесь так и вспоминаешь патриарха Авраама, когда Сара настояла на том, чтобы он прогнал Агарь вместе с больным сыном Авраама, Измайлом. Он тогда был болен. И, конечно, для Авраама это было тяжело. И для этих мужчин тоже было тяжело в одни Ездры, когда им пришлось расставаться со своими любимыми, с этими женщинами и прежде всего с детьми. Но тогда Бог сказал Аврааму, слушайся, Сару. А здесь Бог говорил через пересвященника Ездру, который был великий реформатор Ветхозаветной Церкви, и без сомнения он был человеком, который был наделен пророческими качествами. С 18 стиха по 36 перечень израильтян, женившихся на иноплеменницах. И с 37 стиха и до конца 9 главы Ездра читает народу закон Моисеев. Об этом мы читаем и в книге Наимии. Это 7 глава, 8 глава книги Наимии, которые мы тоже изучали. И начало этого раздела. И поселились в Новолунии 7 месяца священники и левиты, и израильтяне, бывшие в Иерусалиме и в области его, и сыны Израиля в местах своих. И собрался единодушно весь народ на пространстве и пред восточными воротами храма. И сказали Ездре священнику и чтецу, чтобы он принес закон Моисея, данный от Господа Бога Израилева. И вынес пересвященник Ездра, здесь он прямо назван пересвященник, Коген Гадоль, он также был патриархом на оси, и вынес пересвященник Ездра закон ко всему народу, от мужчин до женщин и ко всем священникам, чтобы слушали закон в Новолунии 7 месяца. Закон выносится не только для того, чтобы читать его народу, но и для того, чтобы читать его священникам. Потому что священники в первую очередь должны знать закон Божий. Как отец Павел Флоренский говорил, и мы вспоминали эти его слова неоднократно, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу. То есть, когда люди без серьезного исследования Писания предпринимают какие-то действия, без типикона, без канонического права Церкви, и результат может быть печальный. Закон читался с возвышенного места. 42 стих сообщает «И стал Ездра священник и чтец на приготовленном деревянном возвышении». Далее говорится о том, кто стоял с правой стороны, кто стоял с левой стороны. «И когда он объяснял закон, все стояли прямо, то есть перед ним, и благословил Ездра Господа Бога Всевышнего, Бога Саваофа Вседержителя, и весь народ возгласил Аминь». То есть, мы видим, что изучение Писания кончается попыткой пересвященника, всего народа благословить Бога, то есть отблагодарить его за те великолепные заповеди, уставы, постановления, которые Бог дал им. Закон дается для жизни, он никогда не дается для смерти. И в Писании Ветхого Завета, и в Писании Нового Завета прямо говорится, что исполняющий закон будет жив этими заповедями, и, напротив, тот, кто нарушает закон, он идет путем смерти. 49 стиха и ниже мы находим такие слова. «И сказал Атфарат Ездри, первосвященнику и чтецу, и левитам, которые поучали народ ко всем, день сей свят Господу, и все плакали во время слушания закона». Почему они плакали во время слушания закона? Потому что, когда эти заповеди проникали в их сердце, в их сознание, они начинали понимать, чего они себя лишили, отказавшись от исследования закона. «День сей свят» было прозглашено, и все плакали во время слушания закона. «Идите и ешьте тучное, пейте сладкое». И когда мы изучаем Писание, мы как бы едим это тучное, то есть насыщенное жизнью, и вкушаем, пьем сладость этих вечных глаголов. «И пошлите подаяния неимущим», то есть те, которые не смогли прийти сюда, не дошли до этого места, и их нельзя лишать этого знания. Их тоже надо приобщить к этой радостью. Есть тучное и пить сладкое. «Ибо день сей свят Господу, и потому не скорбите, ибо Господь прославит вас». Так же левиты внушали всему народу и говорили «День сей свят, не скорбите». Сейчас скорбь наполняет многие сердца, можно сказать, в планетарном масштабе. Но задача священнослужителей – ободрять народ, вдыхать надежду в их сердца. «И пошли все есть, и пить, и веселиться, и подавать подаяния неимущим, и веселились много, ибо они проникнуты были словами, которые получаемы были в собрании». Собрание – это экклесия, то есть церковь. Мы получаем откровение о Боге через церковь. Церковь – это богочеловеческий организм. И мы научаемся через этот богочеловеческий организм истинным веры. Но там, где человеческая немощь, грехи, недостатки, пороки, но немощная церковь продолжает благоествовать. Немощная церковь, изъязвленная пороками и грехами, продолжает учить. Почему первыми проповедниками воскресения Христа становятся жены мироносицы? Это немножко необъяснимо. Ведь Христос сам мог бы прийти к апостолам, да он это и сделал, пройдя дверями затворенными. Но прежде себя он посылает жены мироносицы, чтобы они сказали апостолам слова о его воскресении. Почему? Женщины – это немощный сосуд, но и само слово «церковь» женского рода. Этим самым Господь показывает, что церковь, несмотря на свою немощь, несмотря на свою греховность, несмотря на нравственные моральные каверны, которые могут покрывать ее тело, она остается телом Христовым. И сила Божия совершается в немощи. Ездра – тот образ, который разворачивается перед нами и в книге «Наймия», и в первые Ездры, и во второй Ездры, и в третьей Ездры – это настоящий религиозный лидер своего народа. Это человек, который скорбит о грехах своих современников, понимая, что ответственность лежит на нем, как на пастыре за всех его посомых. Конечно, мы увидели с вами, что вторая книга Ездры – это очень эклитичная книга, собрана из фрагментов книги «Наймия» и первой книги Ездры, и даже второй книги «Паралепименов». Но, несмотря на свою эклитичность, эта книга дала нам возможность, предоставила нам возможность, благословенную возможность вновь и вновь рассуждать о том, как народ Божий, преодолевая кризис вавилонского пленения, смог возродиться к новой жизни в Боге и с Богом. Вавилонское пленение длилось и 70 лет, как и большевистский террор, он осуществлялся, и господство осуществлялось над нашим народом, господство гос-атеизма 70 лет. До сих пор мы выбираемся из-под руин, и за эти 30 лет мы не смогли восстановить все храмы, восстановить все монастыри по просторам нашей земли. Работы предстоит еще очень много, но нам надо не отчаиваться. Эпидемия коронавируса, она ввергла не только нашу страну, но весь мир в состоянии паники, ужаса, неопределенности. Но религия наполняет смыслом все. Мы с вами часто вспоминаем слова Блаженного Августина, что Бог никогда не попустил бы зла, не имея намерения, и само зло обратить в добро. Поэтому вавилонское пленение еврейского народа принесло им и благо. Как в добротолюбии говорится, что Бог иногда попускает нам уходить от Него, Бог иногда попускает нам впадать в какие-то грехи, но Бог всегда это делает с одной и той же целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Итак, сегодня мы окончили изучение второй книги Ездры. Спаси вас, Христос! Берегите себя! Продолжение следует...